МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, мужчинам не рекомендуется отмечать 40-летний юбилей. Здравствуйте, с вами Мариана Мирная, вы смотрите программу Город С. И ответ на этот вопрос мы сегодня получим у юбиляра, актера Самарского академического театра драмы имени Горького, Федора Степаненко, привет. Привет, очень рад, что пригласила в гости. Привет, дорогие друзья, мне 40 лет, ура. Слушай, ну вот как раз-таки, ты же у нас мужчина, про тебя можно смело говорить, что 40 лет исполнилось, все есть. Но ты же отмечал? Ну нет, я, ну как сказать, нет. Ну да, ну нет. Ну нет, знаешь, на самом деле, конечно, некоторые суеверия присутствуют. Я вообще работал в этот день, 15-го, 16-го июля я работал, вот, а друзей собрал, по-моему, 17-го. Я сразу сказал, они принесли подарки, все, начали там говорить какие-то поздравления. Я сразу сказал, ребят, давайте мы, чтобы, ну, не гневить Бога, да, все-таки есть какая-то суеверия, и я сам немного в это, в какие-то верю, а в какие-то не совсем, но придерживаюсь. Вот я говорю, давайте просто поднимем бокалы, и будем сегодня весь вечер просто разговаривать. Давно не виделись, и просто приятно проведем время. С чем связаны эти вот мужские суеверии? Не знаю, не знаю. Может быть, я, кстати, недавно думал. А, один парень мне хорошо, мой друг и коллега по цеху, вот, он мне написал, ну, слушай, я тебя поздравляю, версия 4.0. Ага. Ну, то есть 4.0. То есть какой-то технический такой. Кто-то говорит, 4.0 в твою пользу. Там, 4 у тебя, 0 как бы у жизни, что-то такое. Я не знаю, что это такое означает, но вот 4.0. Я размышлял, я не нашел, я как бы не углублялся в этот вопрос, но мне пришла другая мысль. Ведь у нас же есть какая-то ситуация, да, 40 лет. Ой, вот 40 дней, как ушел человек из жизни. То есть 40, всегда мы 40 дней, всегда вот эта цифра 40 дней. Может быть, с этим, да? Да, может быть, с этим связано, не знаю. Но я действительно не отмечал, я в принципе никогда не отмечаю. Я не умею этого делать. Мы со всей семьей, с моей супругой замечательной, Наденькой, мы улетаем куда-то и спокойно празднуем и делаем, что хотим. Вот. И, ну, ты знаешь, был какой-то интересный случай, когда мне было 33 года, мы отправились в рождественное. То есть 33 года, возраст Христа, рождественное. И вот там был какой-то невероятный элегантный день рождения. Мы все ходили, мы все одели в триканы, в эти самые, в майки. Элегантные триканы. Элегантно вообще невероятно. Знаешь, как у Папанова в фильме «Берегис» набили вот такие с этими самыми штуками. Да-да-да. Мы платки раздали, всем вот эту всю атрибутику раздали, сделали какие-то советские плакаты, набросали. И у нас был стол такой как бы сначала, и потом более такой вечерний. И вот, как всегда, мой друг Николай Свешников, он любит организовать, и он всегда как бы помогал. И мы редко увидимся, к сожалению, он человек занятой, мы семейные люди. Но на день рождения он тоже был. И вот он помогал всегда, всегда, всегда. И мне от этого становилось легче и спокойнее на душе. Поэтому вот такая была история, да, связанная с такими 33, рождественные. А с 40 мы просто собрались и покушали, немножко усугубили, пригубили, как говорится. Слушай, ну вот, я не знаю, такой вопрос, который странно даже тебе задавать, зная тебя хорошо. Ну вот говорят еще, что вот 40 лет у мужчины какой-то переходный вот возраст, какой-то кризис личности, что-то происходит. У тебя, по-моему, нет никаких кризисов, у тебя все хорошо. Ты знаешь, я просто такой человек. У меня тоже не там кто-то задал такой вопрос. А как? Я в принципе не люблю все вот эти геморрои и какие-то напряжения какие-то. Мне даже супруга говорит, так, купи вот магазин то-то, то-то. Я говорю, давай лучше запишу. Или лучше перезвоню. То есть вот эти все мелочи, они вот вообще не нужны. И получается, что ты настроен на то, чтобы, как мне однажды один известный человек сказал, говорит, Федь, ты что-то все время улыбаешься, ты не сектант? А у тебя, может, тебе денег дать? Я говорю, да мне не надо, у меня все есть, у меня все хорошо. Да ладно, что-то странное-то какое-то. А потом, когда он меня провожал, мы по работе встречались, он говорит, слушай, как хорошо, что ты приехал. Мне-то так грустно и скучно. У человека дома огромный, у человека денег вообще просто вагонами. Ну, он успешный бизнесмен, то есть вообще все хорошо. А ему скучно и грустно. А я сектант. Потому что улыбаешься. Да. И так лучше. У меня, как бы, ты знаешь, я недавно вспоминал, я тебя знал не потому, что мне 40 лет, а потому, что так странно, и мы продолжаем дружить и звонить. Редко, к сожалению. Вот. Это такая, это даже не позиция, это просто такой стиль жизни. И я все время и домашнюю какую-то обстановку, и я ее, и Надя уже говорит, Федь, ну, хватит уже, ну, сколько можно, что хватит, дуль какая-то. То есть, если я начинаю петь, я иногда, Надя говорит, ну, хватит орать. Вот, я иногда искренне обижаюсь. Ну, я такой, я не был огур по призванию, я не шутник по жизни, я просто такой человек, так проще, так интересно, так веселее. И вокруг тебя все люди, они, конечно, улыбаются. И не потому, что ты обязан так делать. И не потому, что ты должен, ты же актер, ха-ха-ха. Нет, это уже как бы болезнь такая, да, это уже немножко что-то с мозгами. И, как ты правильно заметил, я всегда такой. И 40 лет я честно сел и думал, так, что же мне в 40 лет. Ну, ты хочешь красный Феррари с открытым верхом? Нет, зачем? Я лучше по этому поводу скажу, что лучше бы у нас было почище в городе, чем красный Феррари. Нет, у нас есть город красный Феррари, я с удовольствием смотрю, как он ездит, понимаешь? И он ездит по одинаковым, примерно, улицам. Вот, но это замечательно, если человек мечта или, возможно, это прекрасно. Я не хочу, мне достаточно того, что у меня есть, потому что я себе это привлек, да. И я, наверное, может быть, думаю о будущем моих детей, чтобы я им отдал, да, а потом они мне немножко вернули на старости лет. Вот здесь мне интересно, а сейчас мы прекрасно живем, слава богу, нам хватает. Это мне, я просто не стремлюсь к каким-то, я даже мне, Надя говорит, ну что тебе на юбилей? Я говорю, а пусть мне все скинутся по деньгам, я куплю себе дорогущие, какие-то, невероятно, дорогущие часы. Не буду называть марку, ты меня все время ругаешь за это. Вот, а потом я пришел к выводу, да ну нет, не получится так. Ну, потому что, во-первых, у меня, у моих друзей и родственников немножко другие возможности, да. Во-вторых, ну, зачем? Ну, вот говорят обычно, что вот когда людям, там, 20, допустим, да, они себе ставят какие-то цели, говорят, к 30 годам я должен добиться, там, того-то, того-то. Когда тебе исполняется 30, ты говоришь, ну вот к 40 я должен, там, сделать то-то, то-то, какие-то позиции, может быть, в жизни. Может быть, наоборот, безумство какое-нибудь совершить, пока не исполнилось, да, 40, а потому что потом уже страшновато, уже дети и так далее. У тебя какие-то такие были штуки, что ты хотел вот именно чего-то добиться или что-то сделать, или с кем-то познакомиться, может быть, какие-то такие вещи? Ну, я когда сюда приехал в 97-м году, ну, ты знаешь, я на самом деле очень счастлив, что тот, что я немножко прошел в Самаре и достиг сегодняшнего небольшого, но приятного какого-то набора, скажем так, на сегодняшний день, меня это очень рад и устраивает. Я когда приехал в театр, я увидел моего коллегу, который, к сожалению, уехал из страны, и, к счастью, у него большая семья в Швеции, это Сережа Меркушев. Я увидел его на сцене, и я сказал, боже мой, я хочу, как он. Я хочу также талантливо стараться работать. Хочу, конечно, таких безумств, как делает он, потому что кураж перемежался с затишьем и посещением церкви, и общением с батюшкой, и это все как-то устаканилось, и опять потом все переходило в кураж. При этом он был бесконечно занят в театре, он был ведущим молодым актером. То есть я смотрел и думаю, вот было бы здорово, чтобы у меня так было. У меня, конечно, так происходит, но в меньшей степени, да, потому что степень таланта разная, и, на мой взгляд, Серега все-таки такой другой артист, в отличие от меня. Вот. Но какие-то моменты я добился, да. Допустим, вот я всегда хотел, чтобы у меня дома было бесконечно уютно. Я сменил пять или шесть квартир в Самаре. Вот. У меня была квартира, ну, съемная, да, сейчас наша своя. Вот, спасибо театру. Вот. Там тоже сделан ремонт и сделано так, как нам нужно. И люди, когда приходят, приходит врач к сыну. Там плановая проверка. Она никогда в жизни не была в этом. Она просто не ожидала, что в стандартной, там, девятиэтажке, там, десятиэтажке двухкомнатная квартира может быть. Да, может так, да, она, ну, ты была у нас. Вот. Она, знаешь, она открывает дверь, и первое, что она видит, она видит такие белые глянцевые двери, и говорит, ой, а я такие же от себя хочу. И они, на самом деле, не с золота, там, не из платины, они просто, они вот другие. Вот. И это как бы приятно. Потом, допустим, как назвать сына, я знал, мы сейчас с тобой за кадром разговаривали, я знал об этом еще в десятом классе. И слава богу, что моя супруга, она с этим согласилась, то есть не было трений и споров. Вот. Я очень хотел, чтобы дом был уютный. У меня есть все для того, чтобы было уютно любому человеку, если он сам хочет окунуться в этот уют. У меня была съемная квартира в этом, как Вячеслав Алексеевич Гвоздков сказал, что это за... что ты в подвале, что ли, живешь с крысами? А там подоконник был, вот так вот, сорок сантиметров от земли. Я там жил. И у меня постоянно все тусили у меня, потому что у нас была игровая приставка, а я геймер, там, с молодых ногтей. Вот. У нас, у меня был открыт депозит сначала в алкогольном отделе, и только потом, когда я оправдал доверие, мне открыли депозиты в еде. Вот. То есть у меня всегда было. Вот. И нас объединяло очень многое, и было бесконечно уютно. Вот. А все начиналось с того, что мы, я и мой друг, и нынче мой... крестный моего сына, кум, да, Владимир Васильевич Сопрыкин. Мы же ходили вместе по губернскому рынку, мы ходили, вот так смотрели по земле, мы у нас... Мы брали мелочь. Нам хватало на килограмм картошки, на пучок укропа, чтобы хоть как-то, и на пачку сигарет. Вот. Но алкоголь был всегда. Вот. Роза Хайрулина, любимая и уважаемая, которая сейчас блестяще работает в Москве, тоже с нами. То есть, понимаешь, все... Как мой друг Артур Ягубов, бывший наш актер, он сказал, нужно почувствовать вкус хлеба, чтобы потом наслаждаться другими какими-то явствами. Я считаю, что... Все равно, говорит, актерская профессия, она немножко такая сложная, да. Но то, что ты говоришь, я считаю, что мы в свое время накуролесили, наджигали не по-детски. Были истории просто... Не хватит и десяти передач. Вот. Но я всегда знал, что у меня должна быть семья. Я всегда стремился к этому. Я всегда это хотел. И опять, слава богу, так потихонечку и происходит. А что дальше будет? Я не знаю. Есть силы, есть желания, есть возможности. Есть все, чтобы преумножать, так сказать, да, и двигаться дальше. И я стараюсь это делать, несмотря ни на что. Вот тут заколола в правом боку после юбилея. Я испугался. Это не старость. Не бойся. Нет, нет. Я просто мнительный такой, очень мнительный человек. Я сразу к доктору, он подозрений какие-то. Все нормально. Где-то там неудачно присел, но уже, может быть, 40 лет. Может быть, к этому все. Федь, не могу тоже актерскую тему, конечно, не затронуть. И хочется вот в каком контексте. Ты пришел в 97-м году. Да. Вот если сравнить, какой ты был тогда, какой ты сейчас. Есть разница внешняя, да? Есть разница профессиональная. Мой брат сказал, мой брат, он успешно работает в Москве, он в сфере спорта. Вот. И он... Я работал в Тюзи целый год. Я работал в Тюзи в случае, сказать, странной ситуации. Мы из Воронежа приехали в большой компании, нас посмотрели. Северный Михайлович Турчин смотрел, наш замечательный актер. К сожалению, уже покойная его супруга Ванда Павловна Атовича. Вот. Они нас смотрели, сказали, приезжайте. Мы приехали, я был худой. Ты был кудрявый. Я был кудрявый, круглые очки. Это какое-то безумие было. Вот. И мы все показались, и после того, как показ случился, Вячеслав Алексеевич Гвоздков, ну, есть легенда, которая мне как бы понятная, ну, неважно, вот, сказали, что такие-то, такие-то остаются, а вот, показывая на меня, есть Олег Бычков, тоже, к сожалению, ушедший из жизни Царств Небесный, вот, он в Тюзи. И я ушел на год в Тюз. Вот. И что-то я счастлив, что год там был, потому что мы познакомились и стали большими друзьями и с Димой Добряковым, и с Сашкой Марышевым, и с Гошей Рудаковым, и с Розой Хайрульной, и с семьей Саприкиных, с Володей, с Владочкой. Вот. И это был такой год, который я, во-первых, когда увидел в Тюзи спектакль «Бумбараш», я сидел, я шокирован был, потому что когда вот это, вот это и ты, а потом еще на золотую маску поехали, у меня дома есть точная копия золотой маски, и я, и это все закрутилось, и все равно по шесть, по семь премьер было у ребят в драме, и я, конечно, не то, что завидовал, а я, и меня все время, конечно, туда тянуло. Вот. Долго рассказывать, как, что, и я попал в драму на... Сейчас такого уже нет. Сейчас такого нет, и мне кажется, что это, наверное, обязательно должно быть. курс молодого бойца, хоть и Гвоздков и говорит, что ты по этому в Тюзи работал у меня год, чтобы ты почувствовал. Ты у него в Тюзи работал? Нет. Я работал в Тюзи, чтобы потом почувствовать, как у него по-другому. Это вот такое было, вот я не знаю, что это было. Вот. Курс молодого бойца. Но он меня взял на испытательный срок, он мне оставил какую-то минимальную какую-то денежку, и жилье мне не предоставил. И это было то самое, когда ты должен был что-то делать. Я жил у Сережи Меркушева, я, ну, по-честному, я ничего вообще, я просто убирался, готовил еду, чтобы как-то оправдать свое нахождение здесь. Но в связи с тем, что мы все воронежские, мы друзья. Так вот, и когда брат, я в Тюзи служил, брат, я знал, что он приедет на следующий день, а это был 97-й год. Это же все вот эти иностранные банки, склянки, все эти вещи. Я, я как сейчас помню, какое-то американское пиво в банках, и все шикарно, совершенно все хорошо, и дня два-три какие-то деньги я занял, какие-то копеечные, ну, чтобы, вот, и брат мне сказал какие-то замечательные совершенно слова, он говорит, слушай, я очень рад, я рад, что ты вот, ну, наверняка где-то занял денег, что-то такое, и как-то вот все сделал для меня, но я тебе хочу сказать, не сегодня, так завтра ты будешь известным актером. То есть он даже не говорил, что по возможности, а он говорил о том, что так и будет. Поэтому тебя люди будут узнавать. Нужно, чтобы выглядел это прилично, достойно. А холодильник это... и мы двигались к этому, и мы действительно старались. И раньше на улице Ленинградской был вещевой рынок, и мы ходили туда, и мы действительно зимой в 40 раз на мороз стоя носками на картонке, мы меряли джинсы, вот, и мы двигались вперед. И это очень важно. И вот из того мальчика, который... а я же еще параллельно работал какие-то банкеты. И когда выходил такой какой-то... и выходил на определенную публику тех времен, и было вообще непонятно, как такой смокинге с бабочкой такой худенький, и разговаривал с серьезными людьми из тех сфер. И все было на уровне. И сейчас, конечно же, я стал немножко другим, я стал, конечно, более спокойным. Может быть, где-то вальяжно, это не специально. Я просто очень люблю европейскую такую манеру общения, свободную, с жестами, с жестикуляцией. Вот. Холодильник полный. Все в порядке. У меня мой очень хороший друг, он хороший, замечательный бизнесмен. Он ко мне все время приходит, мне надет холодильник, он говорит, ничего себе, у вас холодильник забит. А вот у всех по-разному. Вот. И это, опять же, это мое, понимаешь, это мое пространство, лично моей семьи, и я очень хотел бы, чтобы оно становилось все лучше и лучше. И мы будем продолжать улетать куда-нибудь отдыхать, и мы будем что-то делать для того, чтобы было хорошо. Потому что если мне хорошо, значит, я прихожу на работу, и все будет хорошо. Даже если будут какие-то расприи, перипетии и недопонимания с режиссерами, все равно я обязан сделать так, чтобы люди сказали, ой, Федор, а вы, оказывается, в жизни такой же, как и на сцене, веселый такой. Да, мы думали, что вы угрюмый, очень такой отстраненный. Федь, хочу вот еще какую тему затронуть. Смотри, обычно частый случай, когда в актерской среде свой там юбилей, да, делается бенефис для артиста, и бенефис этот проходит, и приходят гости, люди, зрители там, да, это прям такой большой спектакль получается. Юбиляр стоит на сцене, или отрабатывает спектакль, так, или потом он принимает. У него большое кресло в углу. Или кресло в углу. У кого как. Но в любом случае, как бы, в актерской сфере чаще всего юбиляры, бенефицианты, они проводят день на своем рабочем месте, так скажем. Да, да, да. Вот. У тебя ситуация такая интересная. Посредине лета Федор народился, поэтому сезон закрыт, театры закрыты. Есть шанс, что, может быть, в осени... Я могу тебе сказать, что... Извини, перебил. Я не хотел бы. Тебе вообще это, как бы, не близкая эта тема? Ты знаешь, я очень люблю свою профессию, но есть какие-то свои определенные взгляды, да. То есть, ну, нет, это, наверное, конечно, очень нравится. Это, наверное, очень здорово, это все прекрасно. То, на мой взгляд, и я не кривлю душой, без всякого жеманства, ну, тем более прошло. Прошло уже два-три месяца, мы открываемся там в середине сентября и прочее, прочее. Я как-то, знаешь, я как-то больше люблю участвовать. То есть, я вот люблю участвовать, там делать что-то, помочь, там что-то сделать на сцене для кого-то. А вот сам, я себе просто не представляю. Я же начну разговаривать, понимаешь? Я же начну вмешиваться и юморить, и дурачить. По-моему, все будет происходить не так, как задумано было. Ну, конечно, конечно, наверное, такого бы не случилось. Но я считаю, что, наверное, хорошо, когда это вот случилось, и прям буквально два-три дня, и вот, наверное, такой вот юбилей. Такой бенефис. Но волшебная сила телевидения есть не просто так, поэтому... Так. Зритель наш все равно сейчас посмотрим небольшой сюжет с одной из последних премьер «История лошади», где у нас ты, конечно же, запечатлен. Вот, поэтому все-таки Федор Степаненко на сцене. Посмотрим сюжет, вернемся. Спасибо. Пришлось постареть на десятилетия за четыре месяца, шутит актер Владимир Морякин. Исполнителю главной роли спектакля «Холстомер» в свои 24 довелось вжиться в образ старой лошади. Но Лев Толстой, как и сто лет назад, актуален и понятен каждому, уверен артист. Это есть у нас сейчас как бы вообще. Как бы ты идешь, ты можешь видеть, как ты зашел в магазин, там подошла какая-то бабушка, а кассирша взяла и нахамила ее. Лишь только потому, что она бабушка, там одета, там непонятно как. И там отойдите и нахамит. За это всегда обидно. Ну как бы ты же не знаешь, что с тобой будет через 30 лет. Скромные костюмы, лаконичное убранство сцены только на первый взгляд кажется серым и унылым. Декорация «Трансформер» удивляет своей универсальностью. Про отношения, любовь и предательство простые истины непростым языком. Актерам приходится изнурять свои организмы тяжелейшими пластическими па, одновременно петь и играть роль. На самый частый вопрос, почему старую лошадь играет молодой актер, режиссер Сергей Грицай улыбается. Уверен, что хороший артист может заставить зрителя поверить во все, что угодно. Если кто-нибудь израспомнит фильм «Депутат Балтики», то Николай Черкасов играл профессора Полежаева, 70-летнего старца Седова, будучи 33 лет. И ни у кого не возникало вопросов. То же самое делает и Владимир Морякин, только мы не прибегаем к гриму исключительно за счет пластики. Сергей Грицай уверен, это спектакль о милосердии, которого так не хватает в этом мире. Мораль проста. Если хочешь выжить, бей копытом. И не важно, лошадь ты или человек. Федь, ну вот премьера вышла. Одна из основных, ну то есть две мужские главные роли, одна из главных ролей твоя. Это ценный вообще опыт вот такой, ценная роль. То есть это та роль, которую хочется записать в свой репертуарный лист. Ну вообще как бы актер не имеет права выбирать или там говорит о том, что это я буду, это я не буду. Ну по крайней мере я так воспитан, да. Вот поэтому, конечно, конечно, было очень много сложностей. И мной любимый, глубоко уважаемый Сергей Иванович Грицай. Вот. Мы, ну какое-то время было, мы не находили общий язык. И было очень сложно. И я потому что что-то хотел предложить. И он гнул какую-то свою линию. И, ну что называется, творческий процесс. Так, чтобы нашего зрителя не углублять в нашу кухню. Вот. И были какие-то сложные моменты. Но потом, он же все равно такой, этот князь Серпуховской, он же просто, там же есть одна фраза, да, у холостомера. И хоть он никогда и никого не любил, лошадь говорит о моем персонаже. Вот. Я его любил, и поэтому они стали, поэтому они были друзьями. Вот. Он все-таки достаточно такой прагматичный такой, очень такой, ну, как я и говорил тебе в прошлый раз в гостях, когда был на твоей передаче. У него все есть. У него, он просто по жизни, извините, да, за словами, кайфует. И он может себе позволить все. А, как мы знаем, деньги, это, в общем-то, решающий фактор. Вот. Когда ты ничем не обременен вообще. То есть у тебя развязаны руки, ну, мы имеем в виду, конечно же, какие-то грани воспитанного человека. Вот. И он, конечно, очень жесткий. Он, конечно же, очень такой, может, там одно движение, какой-то один взгляд, и всем сразу понятно, что сейчас может что-то произойти. Он такой... Слушай, две минутки остается, а мне еще хочется спросить, потому что, смотри, есть такая штука, когда, ну, ты был младше, не буду говорить моложе, младше ты был, и у тебя больше, по большей части были какие-то комические персонажи, какие-то такие харизматичные, которые поднимали публику. Такую комедийную. Хе-хе, и вот такой был. Вот. За последний, вот за прошлый, сегодняшний сезон. Это прекрасно. Я сыграл двух. Это был начальник тюрьмы, и вот князь. И вот князь. Я счастлив. Я счастлив, потому что говорят, что злодеи играть одно удовольствие. Ага. Ну, правда, это очень круто. Правда. И мой приятель, я же подпитываюсь не только от зрителей, да, но еще и люди, которые мне близки, да, друзья, или моя супруга, вот, мы обсуждаем. И когда я говорю, ну, так, да, побегу Шушенко, ну, что, что? Он рассказывает, играй я. Он говорит, ну, что, что? Ну, ты тварь и подонок. Ну, это лучший комплимент, наверное, да, в этом смысле? То есть, получается, что не надо человеку ничего объяснять лишнего мне. То есть, я понимаю, и играть, конечно, злодеей, это был мой первый опыт, надеюсь, не последний. Вот. Это очень любопытно, очень интересно, потому что совершенно другие эмоции. Я сам по себе в жизни веселый человек. И понимая свой персонаж, допустим, там, в роли доктора в спектакле «Секс-камеди» в «Летнюю ночь», это мне немного близко. Хотя тоже сложные процессы репетиционные имеют место быть. А вот с такими, как бы, жесткими, такими четкими, ну, со знаком минус, что ли, да, это, ну, это очень классно. Федь, я тебе желаю, чтобы сбывались все твои пожелания в рабочем, в актерском плане, чтобы еще ни одного подлеца тебе удалось сыграть. И добряка, и подлеца, и все-таки комедийные роли. Ты прекрасен в них возвращайся. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова